Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, канал League Crazy Motion и сегодня... Ну, хотел бы я вас обрадовать, что сегодня будет обзор на Hanamag, но его не будет. Короче, по плану у меня сегодня была военная академия про немецкий бронетранспортер времён Второй мировой, про знаменитый SDKFC 250 или Hanamag, как его ещё называют. Но нет, все планы испортил один пак с фигурками, который появился. И мне он очень срочно понадобился для войны в Ираке. Мне нужны эти были фигурки, поэтому я вынужден был его вскрыть. Но и так как потом эти фигурки для обзора уже я не смогу собрать, они будут разобраны по частям, поэтому мне срочно сейчас нужно сделать на них обзор. Так что бронетранспортер переносится на следующую неделю. А сегодня мы с вами будем смотреть фигурки для войны в Ираке. Так, ничего не видно, всё размыл. Ну и ладно, смотрим фигурки. Эти фигурки я покупал в основном из-за террористов. Здесь совершенно чумовые террористы, которых раньше нигде не было. Пак появился вроде как не так давно. И в наборе идёт 4 человека, ну скажем так, спецназовцы, армия, кто-то типа хороший. И 4 повстанца, партизана, террориста. Так их охарактеризуем. Начну я с солдат. Значит, у нас, ну очевидно, современный какой-то боец, маска с балаклава, с каким-то рисунком в районе рта. Одна эмоция, эмоции-то, собственно, даже и не видно, только одни глаза. Шлем явно такой спецназовский, современный. Вы видите, что принты идут по кругу, это здорово. И по бокам на ногах, и под руками, на спине, пояс. Так, ну сзади просто обвес, всё такое камуфлированное. Штаны серые, с наколенниками. Очень хорошая, качественная фигурка. Качественная не только по принтам, которые мне нравятся, но и по самим, как это, суставам, соединениям. То есть, она очень даже неплохо сделана. То есть, качество пока меня устраивает. Надеюсь, быстро она не разболтается. Но, честно скажу, здесь какое-то разочарование. Во-первых, мне принты не очень нравятся, как-то очень схематично, не очень интересно сделано. Плюс, я ожидал, что солдаты, ну то, что повстанцы будут выглядеть каждый по-своему, это здорово, это наоборот хорошо. А вот от солдат, наоборот, хочется какой-то унификации, чтобы они были более-менее одинаковыми и представляли собой органическую массу. То есть, одинаковые солдаты, один отряд, что-то должно быть общее. Здесь же, вообще, две разные фигурки настолько разные, сколько только можно представить. И цвета разные, и обвесы разные, даже шлемы разные. Вообще, всё абсолютно разное. Сложно их представить в одном отряде, как это не печально. Ну, вот, короче, второй солдат вот такой. По принтам он мне не нравится. Шлем вообще какой-то футуристический из будущего. Не знаю, если такой реально существует, ну, я не в курсе. Не видел, не встречал, не знаю. Ну, напишите в комментариях. Это была вторая фигурка. Давайте третьего солдата посмотрим. Про этого бойца нельзя даже сразу и сказать, что он из регулярных сил. Легко тоже может оказаться каким-нибудь повстанцем, если ему шлем замените на капюшон, балаклаву или маску, как у ниндзя какой-нибудь. Такое ощущение, как будто толстовка, куртка обычная, на которую нацепили сверху разгрузку. Камуфлированные штаны с наколенниками, чёрная кофта, принты на плечах. Тут сбоку тоже военный пояс почему-то два раза. Может быть, он пухленький и поясами сдавливает животик. Кармашек сзади, рюкзак. Ну, да, то есть форма такая не совсем регулярного солдата. Что-то очень-очень странное. Повторюсь, легко может быть повстанцем. Ну, такое, на любителей. Не знаю, цветовая гамма мне не очень нравится. Оливковый цвет, кто его сейчас использует просто в армии, даже сразу и не вспомню. Мне кажется, только американцы во Вьетнаме и какие-то силы в Южной Америке использовали. Оливковый цвет, сейчас уже все вроде как от него отказались, насколько я помню, но не суть. Значит, принты тоже достаточно схематичные, примитивные. Спереди, может быть, тортик ещё ничего. Всё остальное мне не очень нравится. Лицо неплохое, со шрамом и опять какой-то очень странный шлем. О существовании которого я даже и не знал. В общем, это были у нас 4 солдата, из которых один совсем плохого качества и только, наверное, парочка с нормальными принтами. Но это для меня. Ну всё, а теперь давайте перейдём к повстанцам, к террористам, которые, собственно, цель была именно их и достать. Так что давайте их смотреть. И сразу же успех. Первая фигурка Brutal. Значит, клёвая фигурка, клёвое, харизматичное. Значит, лицо, всё замечательно. Белые штаны с тканевыми повязками, военная куртка расстёгнута, там, Майкль, толстовка. Бородатое суровое лицо, шрам над бровью, Tiger Stripes, военная куртка. Сзади что, ничего, просто как принты из самой куртки. Тут как будто даже порвано немножко. Причём это принт, это не грязь. Здорово сделана, фигурка отличная, мега круто, что она теперь у меня появилась. Разбавит, ну, появятся какие-то новые лица у террористов. Плюс она шла с капюшоном, я капюшон не одевал, чтобы можно было рассмотреть получше. Выглядит она вот так в капюшоне, может быть, даже, ну, с таким лицом и бородой можно и без капюшона, на самом деле. У китайцев настораживающе хорошая осведомлённость о террористах. Очень классно сделана вторая фигурка. Опять, прям, качественно сочетающаяся вверх-низ, сочетающаяся именно в своём разнообразии. Как бы часто можно в документальных каких-нибудь съёмках увидеть повстанцев, которые разношёрстно одеты. Куртка одного типа, штаны другого, в разной цветовой гамме. Вот всё это соблюдено. Очень круто. Военные, значит, штаны, что-то типа Триколор Дезельт. Военная куртка сверху олива. Ну и что, какая-то разгрузка под калаши. Очевидно. Ну, мне так очевидно, по-моему, на старого даже типа образца. Ну и сзади лямки какие-то всё. Лицо, замечательное лицо. Тоже суровое, небритое, с оскалом. Что это, не знаю, там сигарета во рту или что-то зуб выплёвывает. Нет, наверное, всё-таки сигарета. Вряд ли человек с зубами будет плеваться. Вот, короче, суровый бородач. И у него в комплекте тоже был головной убор, на который я отдельно хотел обратить внимание. Это головной убор нового типа, который ещё нигде в других обзорах, наборах не появлялся. Лего такие нигде не делала. Это что-то типа, как шапка у ниндзя. Ну, обмотка такая. Но нового дизайна. Эээ! Вот. Ну, не знаю, может быть кто-то и делал. Но я до этого не встречал. Поэтому я беру смелость, наберусь смелости сказать, что это изобретение той самой фирмы, которая делает эти фигурки. Что за фирма? Я без понятия. Покупалась на Алиэкспресс. Ссылка в описании. Вот такая вот балаклава, тряпка, шапка, головной убор у нашего повстанца. Мега крутая, очень клёвая. Можно использовать, кстати, и у ниндзя каких-нибудь в восточных мультиках для сарацинов. Но в данном случае у меня это будет у терроров на Ближнем Востоке. Дополнительный клёвый такой вот яркий аксессуар у этого повстанца. И снова у нас чувак такого восточного типа, со щетиной многодневной, в халате, какой-то узбек, афганец, почему узбек, не знаю, таджик. Ну, в общем, что-то такое вот из тех территорий, где ходят в таких длинных халатах. Тоже мы видим подсумки под калашников. Пояс обычный тряпичный, который завязан узлом. Хорошая фигурка. Действительно, на Афганистан может легко подойти. Сзади ничего нет, ну, типа коричневый халат и всё. На лицо тоже посмотрели. И эта фигурка также идёт вот с таким вот новым головным убором. Клёво, что их сразу два в комплекте. И минус этой фигурки, только один кисть не до конца вставляется. Вот как бы я ни пытался, не получается. Либо кисть надо будет попробовать другую, либо у этой кисти немножко там что-нибудь срезать. Ну, такое. То есть, если у солдат были несколько фигурок с примитивными принтами, то и террорист какой-то тоже должен был попасться не совсем ярко сделанной. Сзади, как мы видим, вообще ничего. Спереди достаточно простой рисунок, тоже не особо заморачивались. Видимо, все силы кончились на предыдущих трёх. Пулемётная лента, наверное, вот эта шишечка, эта граната. Какие-то подсумки больше на пирожки похожие. Ну, и просто рубашка с примитивными лямками, кармашками. Ну, достаточно простая фигурка. Ну, в мультике, конечно, когда она будет там бегать, из-за угла выглядывать, стрелять там или гордо умирать, это всё видно не будет, как бы ничего страшного. Для террориста более чем нормально. Просто хочется иногда увидеть принт по качеству и получше. Значит, шла она с вот такой вот повязкой, отдельно одевающейся. Вот так выглядит фигурка с этой повязкой. Больше какой-то респиратор похож. Не, ну нормально. В целом нормально, для мультика подойдёт. И теперь остался главный вопрос, какое же оружие идёт в комплекте. Видите, здесь надпись «Подарок». И давайте посмотрим, какое же оружие в подарок китайцы положили. То есть, считается, что это пак именно из-за восьми фигур. Четыре солдата, четыре террориста. А оружие – это уже такой бонус, который, может быть, по рендому идёт. Но, в любом случае, оружие меня страшно разочаровало. Ибо оно не современное. То есть, есть, конечно, что-то современное, но не очень так. Ну, высыпай, с чего вы приклеиваете. Значит, у нас есть АКСУ со складывающимся прикладом. Ну, для террористов замечательное оружие. Нормально. Значит, один АКСУ. Потом у нас есть один РПГ-7. Тоже замечательно. Граната не соединяется, не столь важно. Короче, один РПГ. Винтовка Мосина со снайперским прицелом. Очень странный выбор. Но и этим ещё странный выбор не ограничивается. В теории, наверное, винтовка Мосина могла как-то попасть на Ближний Восток. В своё время Мосинок было очень много сделано. И, ну, не знаю, со старыми винтовками, там, конца 19 века, вьетнамцы против американцев воевали. Ну, вьетконг. Ну, мало ли. Может быть, Мосинка где-то завалялась в горах Афганистана, потом попала в Сирию и кто-то раскопал. В теории, может быть. Но, блин, МП-40 это уже перебор. Короче, видимо, просто на складах остаются, но решили подарить. МП-40 ужасный. Первого образца совершенно не... Уже некачественный, слабо детализированный и дурацкий. Только, мне кажется, на выброс такой. Далее, дали рацию. Рация неплохая. Причём получше леговской с точки зрения детализации, как вы видите. Тут кнопки, динамики. В общем, всё так хорошо. Ну, приплыли. У нас теперь есть у террористов фаустпатрон. Это очень забавно. Представляю себе. Хамви подбитый вот из этой штуки немецкой, ржачным. Далее ещё хуже. У нас будет СТГ-44 с прибором ночного видения. Вообще жесткач. Вот это да. Ну и последней каплей у нас идёт МГ-42. Так, это куда воткнуть? Это сюда воткнуть. Вот как-то так. Короче, немецкий пулемёт, без сошек. Немецкий пулемёт в Ираке. Здорово. Ещё нож. Нож с заусенцами, трёхгранник, не очень качественный. А, пардон, тут ещё вот сумка. Подозреваю, что это что-то террористическое, с чем фигурка должна бежать в руках к американским солдатам и себя подрывать. Ну, это, кстати, неплохая деталь. Короче, из всего оружия у нас только есть РПГ и один на калашников, рация и сумка для подрыва. Всё остальное на Вторую мировую, что достаточно глупо будет смотреться на Ближнем Востоке. Всё, друзья, показал я вам новый пак с Алиэкспресса. Четыре солдата, четыре террориста, плюс кучка немного странного оружия. Это новинка, ссылка в описании, кому надо, смотрите. Жалко, что террористы не продаются по отдельности. Я бы купил только, конечно, четырёх террористов без этих солдат, но не продают, нету. Только вот в таком комплекте. Всё, извините, что Ханамаг откладывается. Знаю, что очень многие ждут, но на следующей неделе обещаю Военную Академию с ним сделать. На этом будем прощаться. Спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки и комментарии. И до новых встреч на канале. Всем счастливо, увидимся, пока.